Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие ребята! Мы приветствуем вас на уроке математики в четвертом классе. Сегодня мы с вами будем закреплять знания, полученные в течение года. Сегодня у нас тестирование. Сядьте поудобнее и приготовьтесь. Откройте свои тетрадочки, но для начала мы проверим домашнее задание. На дом был задан номер 8 и 9. В первом задании вам необходимо было решить пример, то есть найти значение выражения. Проверьте, пожалуйста, правильно ли у вас получился ответ. В девятом номере вы должны были расставить правильно порядок действий. Обратите внимание на экран, правильно ли вы расставили порядок действий. Я думаю, что вы прекрасно справились с данным заданием. Итак, приготовились, сели поудобнее, начинаем писать тесты. Результаты тестов вы сдадите своему учителю и получите оценку. Будьте предельно внимательными. Задание первое. В каком числе 541 сотен? Три варианта ответов. Вы должны выбрать один правильный. А. 541. Б. 5410. С. 54100. Ответили? Тогда продолжаем тестирование. Задание второе. Что означает цифра 9 в записи числа 9781? Вариант А. Десятки. Б. Единицы тысяч. С. Десятки тысяч. Ответили? Задание третье. Какое число содержит 7 тысяч единиц и два десятка? Какое число содержит 7 тысяч единиц и два десятка? А. Семьдесят тысяч двадцать. Б. Семьдесят тысяч двести. С. Семьдесят тысяч двадцать. Молодцы! Задание четвертое. В каком из этих двух уравнений неизвестное находится умножение? В каком из этих двух уравнений неизвестное находится умножение? А. Делимое 5800. Делитель. Неизвестное число. Частное. Десять. Вариант В. Делимое Х. То есть неизвестное число. Делитель. Десять. Частное. Пять тысяч восемьсот. Вопрос пятый. Какую часть метра составляет один сантиметр? Какую часть метра составляет один сантиметр? А. Десятую. Б. Сотую. С. Тысячную. Продолжаем тестирование. Задание шестое. В каком из выражений первое действие умножение? А. Внимательно посмотрите на экран. В. Б. И. С. Вспомните правила выполнения порядка действий. Будьте внимательными. Задание седьмое. Сколько минут составляет четверть часа? Сколько минут составляет четверть часа? А. Пятьдесят. Б. Тридцать. С. Пятнадцать. Вспоминаем и отвечаем правильно. Задание восьмое. Уменьшите число две тысячи в пять раз. А. Десять тысяч. В. Б. Двадцать. С. Четыреста. Продолжаем дальше. Задание девятое. С помощью какого выражения можно решить задачу? В. Балка длиною пять метров весит сто семьдесят пять килограммов. Сколько весит такая же балка длиною семь метров? Внимательно посмотрите на варианты ответов и выберите правильный. Десятое задание. Выразите в метрах три четвертых километра. Выразите в метрах три четвертых километра. А. Семьсот пятьдесят. В. Двести пятьдесят. С. Пятьсот. Вычислили? Продолжаем дальше. Задание одиннадцатое. Запишите в виде десятичной дроби дробь восемь сотых. Запишите в виде десятичной дроби дробь восемь сотых. А. Ноль целых восемь десятых. В. Ноль целых восемь сотых. И. С. Ноль целых восемь тысячных. Если вы были внимательными, вы отметили правильно. Задание двенадцатое. Какое из данных чисел больше шести и меньше семи? Какое из данных чисел больше шести и меньше семи? Обратите внимание на варианты ответов. Следующее задание. Чему равно х в уравнении х умножить на шесть равно шесть тысяч семьсот двадцать? Найдите корень этого уравнения. Посмотрите внимательно на варианты ответов и выберите правильный. Задание четырнадцатое. Назовите пространственную фигуру, в основании которой находится круг. Назовите пространственную фигуру, в основании которой находится круг. Представьте себе все эти фигуры. Я думаю, вы догадались. Ребята, вы не устали? Тогда продолжаем дальше. Задание пятнадцатое. Запишите в виде десятичной дроби выражение восемь целых две сотых. Запишите в виде десятичной дроби восемь целых две сотых. Вы выбрали правильный ответ? Молодцы! Задание шестнадцатое. Найдите произведение чисел 1459 и 132. Вычислите произведение чисел 1459 и 132. А. 192 588. Б. 1595. С. 435. Молодцы, ребята! Задание семнадцатое. Вычислите частные чисел 12000 и 12000. Это для вас очень легко, ребята. А. 1000 Б. 120 С. 10 Задание восемнадцатое. Внимательно прочитайте задачу и поймите смысл, и тогда вы решите ее правильно. В издательстве напечатали 16400 учебников. Это составляет одну шестую часть заказа. Сколько всего учебников должны напечатать? Читаю задачу еще раз. В издательстве напечатали 16400 учебников. Это составляет одну шестую часть заказа. Сколько всего учебников должны напечатать? А. 7640. Б. 274. С. 98400. Вы подумали? Очень хорошо. Задание девятнадцатое. Вспомните, ребята, единицы длины. И будьте внимательней. Выразите в метрах 45 сантиметров. Надеюсь, вы выбрали правильный вариант ответов. Задание двадцатое. Ребята, это последнее задание. Слушайте внимательно. Часы показывают 4 часа. Чему равна градусная мера угла между часовой и минутной стрелками? Часы показывают 4 часа. Чему равна градусная мера угла между часовой и минутной стрелками? А. 90. Б. 120. С. 110. Молодцы, ребята! Домашнее задание. Номер 12 и 13 на странице 183. Урок подошел к концу. До новых встреч, дорогие ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова